Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программы «Вечерний зефир». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Эпштейн, кандидат физико-математических наук, преподаватель астрономии из Новосибирска. Работаем мы в прямом эфире, телефон в студии 44-40-47. 44-40-47, если у вас появятся вопросы к нашему гостю, звоните, мы с удовольствием на них ответим. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. И вот первый такой вопрос, с какими судьбами был Владимир, с какой целью? Меня сюда информационный центр по атомной энергии Владимира пригласил прочитать несколько лекций на темы астрономии и космонавтики, потому что я работаю в этих отраслях, в этой области. Я работаю в Институте теоретической прикладной механики, где я занимаюсь моделированием течения газа на компьютере. В том числе у нас ставятся эксперименты, связанные с обтеканием космических аппаратов, например, когда они возвращаются из космоса к нам на Землю. Например, когда космонавты от МКС отделяются, и они должны сесть там, где надо, чтобы целыми невредимыми сами сели, и нам удобно было их встретить. Кроме этого, я еще в нескольких местах преподаю астрономию в двух школах и в педагогическом университете веду курсы для студентов именно по тематике астрономии. Кроме этого, небольшой кружок астрономии в клубе юных техников Академгородка проводил. То есть вы достаточно серьезно увлечены астрономией, не просто преподаете, а действительно пытаетесь глубоко постичь эту науку до сих пор. Как вот началось ваше увлечение астрономией? Астрономией я с детства увлекался, мне всегда интересно было, что там на небе происходит. И из-за этого часто, кстати говоря, спотыкался, потому что когда идешь и смотришь на небо, под ноги не всегда успеваешь смотреть. А потом, когда меня судьба занесла в школу, в то время меня попросили попреподавать физику, а потом спросили, а могу ли я вести спецкурс по астрономии, тогда еще не вернули в школу. Я начал преподавать спецкурс, а потом свалилась на нашу школу счастье в виде астрономии, как обязательного предмета, и меня позвали уже преподавать именно эту дисциплину в школу. То есть из детского увлечения, это было мое личное, так скажем, хобби, мне интересно было, у меня подзорные трубы, бинокли были, или у друзей брал, увлекался. А потом во взрослое увлечение это так переросло. Серьезного телескопа у меня, к сожалению, никогда не было. Это было все на уровне такого хобби. А вот был такой период времени, когда астрономии в школах не было вообще. И вот сейчас астрономия опять появилась, но на ваш взгляд, как преподавателя, специалиста, достаточно ли астрономии уделяется внимания сегодня в школу? Ну, в школах сложно сказать, не за все школы, но потому что вернули в школу астрономию почти 20 лет, и многие преподаватели, которые сейчас начинают преподавать, у них у самих этой дисциплины в школе не было, они ее там только в первом университетах осваивали. Ну, то есть это была уже дисциплина в ВУЗе, и у них нет этой преемственности какой-то, мне кажется, которая, ну, когда ты учился, потом ты учишь так же, как тебя учили в школе, как в школе учить, ну, то есть там физику, химию, учителя, они же смотрят, как их самих в школе учили. Вот этой преемственности, мне кажется, она была немного потеряна, потому что астрономии в школе не было почти 20 лет, если я правильно помню, там где-то в конце 90-х, она пропала из обязательной программы, потом и факультатив убрали, часы отвели под другое, и вот с этим проблема, ну, некоторое возникло, и сейчас это все меня радует, что возрождается, но очень сложный вопрос, как это все снова возродить, вот эту школу, которая была в Советском Союзе, какая-то достаточно сильная по астрономии, сейчас ее постепенно начинают восстанавливать, и на самом деле на школы на многие это свалилось как проблема, потому что учителя нет, часов выделить, непонятно откуда их взять, потому что количество часов общей не увеличилось в школах, да, и это надо отнимать от каких-то школьных компонент или каких-то других дисциплин, то есть пришлось уменьшить количество тех курсов, которые в предыдущие годы были, ну, вот в эти часы отвести, плюс добавили в прошлом году в экзамен по физике дополнительный, ну, в ЕГЭ по физике появился 24-й вопрос, который как раз на астрономическую тематику, и он вынуждает тогда, некоторым образом стимулирует школы преподавать астрономию, потому что экзамен, те, кто собирается сдавать экзамен по физике ЕГЭ, им нужно этот вопрос как-то отвечать, потому что это два балла, которые они получат дополнительных, и они не будут лишними. А вот, например, тем, кто начинает заниматься астрономией, тем, кто увлекается астрономией, вот именно только начинающие, еще пока не знают, на что обратить свое внимание, на что посмотреть, что бы вы порекомендовали? Ну, я бы порекомендовал начать с того, что взять какой-то, например, каталог наиболее ярких или наиболее известных звезд, и попробовать их найти на небе для начала. Кроме этого, надо хорошо бы несколько раз съездить за город, потому что городская засветка очень сильно мешает. В Новосибирске это огромная проблема, насколько я знаю, в Москве звезд вообще в центре не видно, даже ясной ночью, потому что очень сильно город светится. Вот, Владимир я ночью еще не наблюдал, но я вот сейчас вечером вижу, что туманно, и, соответственно, как говорят астрономы, неба нет, смотреть не на что, потому что все затянуто туманом. А вообще хорошо бы уехать от города, идеально, если вообще убраться от далеко, куда-нибудь, где нет рядом вообще населенных пунктов и крупных дорог, потому что тогда нет светофар, нет светоосвещенности улиц. Километров 50, лучше 150 от вот таких населенных пунктов, если забраться, там будет идеальное небо, в ясную погоду можно будет видеть там несколько тысяч звезд, и там очень много можно интересного и посмотреть, даже в простой какой-то бинокль или подзорную трубу, если это еще и закрепить на штативе, ну, то есть на какой-то треноге, чтобы оно не дрожало, потому что при крупном увеличении руки уже мешают сами дрожанием смотреть, то будет очень много интересного, можно будет увидеть. А что в ближайшее время можно увидеть? Ой, извините, в ближайшее время, наверное, таких вот ярких астрономических событий я не припомню. Сейчас у нас периодически бывают, ну, интересные сближения Луны и планет были, вот на несколько прошлых недель, а вот таких ярких событий сейчас, к сожалению, нет уже, даже в какие-то достаточно такие, ну, любительские телескопы не очень серьезные, даже не видно комет, которые были видны там месяц-полтора-два назад. Они сейчас улетают от нас, и поэтому становятся менее видны. Вот, а в принципе можно, ну, начинать лучше все-таки с наблюдения за планетами, которые видны сейчас в... часть из них видна там в конце ночи, часть в начале ночи, и с яркими звездами, которые присущи именно зимнему небу. Например, там, Сириус, который яркий, который там через несколько месяцев, ну, через несколько недель уже даже уйдет за горизонт, потому что он зимняя звезда. Орион, который тоже постепенно сейчас уходит уже с нашего неба. И лучше вот на них посмотреть, ну, начать с этого. Начать можно еще с просто поиска созвездий, потому что названия мы их знаем, а найти на небе недалеко не все так просто, как нам хочется. Вот, начинать лучше, наверное, с такого, а потом можно, если более серьезно увлекаться, то уже можно открыть каталог Месье, который был составлен Шарлем Месье в 18 веке. Да, в 18 веке. Для того, чтобы уже искать какие-то объекты, типа туманности, скоплений, ну, то есть такие более интересные, но и требующие большей тщательности в поиске и более серьезных инструментов. Туда можно двигаться. А какие основные мифы о космосе существуют, которые приходится, наверное, периодически развеивать? Ну, основные мифы, которые сейчас, вот я со школьниками, когда работаю, сталкиваюсь, это первое, а школьники, некоторые не понимают аргументов, которые приводят так называемые плоскоземельщики, люди, которые говорят, что земля плоская, приводят такие, иногда, на самом деле, очень серьезные аргументы. Кстати, сейчас целая группа людей появилась, да, кто поддерживает эту теорию, достаточно в интернете распространено. Штука в том, что этих групп две. Я бы их вот так поделил. Ну, я бы сказал, что две, можно их там по-другому классифицировать, но первые, они больше апеллируют каким-то простым и бытовым вещам, а вторые, серьезные, так скажем, плоскоземельщики, которые общую теорию относительности, какие-то оптически сложные эффекты могут... Слово такое, плоскоземельщики. Да, ну, вот. Но мне очень понравилось на эту тему когда-то некоторое время назад я у такого популяризатора астрономии американского, его зовут Нил Деграсс Тайсон, у него, по-моему, в Твиттере я видел отличную картинку, когда была изображена Луна, и там была такая, если вот изобразить Луну, там такая палочка торчала, и снизу была надпись лунное затмение, которого никогда не видели плоскоземельщики. Вот. Ну, они там так назывались Flatland People, по-моему. То есть, такая шутка над теми, что люди, которые апеллируют к плоской земле, тогда у нас лунное затмение должно быть не круглым, как мы его видим, но мы его многократно... Хотя, на самом деле, вот те, кто, я говорю, так скажем, серьезные, вот те, кто объясняют, разбираются и, соответственно, объясняют сложными вещами, они находят контраргументы к этим примерам. Вот. Но та вот волна, которую подняли там школьники, вот эта вот вся группа людей, которым это больше, мне кажется, для хохма, нежели, так скажем, вот серьезно, да, они апеллируют достаточно простыми вещами, и одно из первых заданий, которые я даю школьникам у себя, это привести там от трех до пяти, ну, в идеале пять, но хотя бы по три аргумента, чтобы класс мне доказал, что земля не плоская. То есть, чтобы они сами вот эти аргументы посмотрели и попробовали мне, то есть, я выступаю в роли человека, который скептически относится к теории круглой земли, ну, шарообразной, и вот чтобы они мне доказали, таким образом я вот класс, ну, классы так тренирую, хотя бы задуматься о том, что вот... Ну, это первое, как бы, такое заблуждение. Второе заблуждение, с которым я сталкивался, это почему у нас зимой холодно, а летом тепло. Вот, чаще всего, ну, очень часто, на самом деле, не чаще всего, очень часто говорят, что земля там ближе дальше, но обычно, когда детям и школьникам говоришь, что вот мы там пятого числа прошли самую ближнюю к солнцу, или там третьего января, в зависимости от года, самую ближнюю к солнцу точку, и вот потепление мы как-то не почувствовали, а наоборот холоднее, они обычно ищут другие аргументы и вспоминают, что им когда-то на уроках географии, там, в пятом, шестом, седьмом классе, рассказывали, что земля, на самом деле, наклонена, и вот все оттуда растет, но к 10-му, 11-му классу, в который сейчас астрономию вернули, это все забывается, и третий интересный миф, с которым я сталкиваюсь, это насколько далеко Луна. Вот, очень немногие могут ответить на этот вопрос, то есть, я обычно на лекцию приношу на эту модель Земли и Луны, и прошу школьников указать, на каком расстоянии их надо расположить, чтобы это была масштабная модель, у меня очень-очень редко это угадывают, потому что, на самом деле, там огромное расстояние, есть снимок, сделанный в конце прошлого, в начале, по-моему, прошлого года, 2018-го, американским космическим аппаратом, который улетал в пояс астероидов, он развернулся, сфотографировал Землю и Луну, вот, в максимальном их расстоянии, и вот там очень-очень-очень далеко, они там в дальних углах фотографии расположены, между ними там много-много земель можно воткнуть. А вот космонавтика 21-го века, какая она, что мы делаем сейчас в космосе? Ну, вот в космосе, на самом деле, ну, мы, давайте я так буду, отвечая на мы, я буду говорить не только за Россию, а вообще, я считаю, что все человечество, потому что, как сказал Нил Ламстронг, стоя на Луне, что он, вытянув большой палец, закрывал всю Землю целиком, из такого расстояния уже не видны, там, отдельные страны или материки. И человечество в космосе, на сегодняшний день у нас есть огромная и самая дорогая на сегодняшний день лаборатория, она находится у нас на близкой орбите, в 400 километров, там работают от 3 до 6 лаборантов, называемых космонавтами, и мы их туда раз в полгода, ну, как бы, меняем, они там работают вахтовым методом. Это такие очень хорошо, очень высоко квалифицированные люди, ставящие эксперименты для науки. Обычно эти эксперименты готовят очень большими группами ученых, это такие огромные коллективы, потому что это, во-первых, дорого, во-вторых, там очень комплексный обычный эксперимент ставится. В нашей лаборатории одна из групп участвовала в эксперименте по плазме, потому что на Земле, на плазму, всегда действует сильная очень гравитация, а им интересно было посмотреть, как там два облака плазмы будут между собой взаимодействовать именно электрическими силами, они очень слабые. И вот для этого этот эксперимент ставили на орбите. И вот подобный же. Плюс сами эти космонавты выступают в роли лабораторных, так сказать, крыс, потому что опыты ставятся на них. Они обследуют собственное состояние, они смотрят там, был эксперимент, когда они делали небольшие порезы и смотрели, как это зарастает быстрее на Земле. То есть они ставили сначала на Земле этот эксперимент, смотрели, с какой скоростью зарастают раны, потом смотрели. И там в основном был эксперимент не на людях, это ставилось на животных. Но космонавты сами говорили, что порезы, какие-то мелкие царапины быстрее заживают на орбите у них, чем на Земле. Вот ученые это исследовали. Были эксперименты, когда это был американский эксперимент, я сейчас имена космонавтов боюсь не вспомню, когда два брата-близнеца, это вот год на орбите прожили тогда наши космонавты и американские. И у американцев был брат-близнец, который оставался на Земле. Их обоих обследовали до полета в космос. И вот сейчас уже второй год обследуют после. Смотрят разницу. Один был на орбите, второй не был. И вот это, ну то есть это по сути, они сами выступают в роли лабораторных, так скажем, экспонатов. Это ближние. Мы ставим, у нас есть телескопы, которые исследуют космос, у нас их очень много. Есть несколько телескопов, которые постоянно следят за Солнцем. Есть СОХА и СДО, это американские два телескопа, которые с направления, рядом с Землей смотрят на Солнышко, следя за его активностью. Есть два европейских спутника, которые, вот если Солнце, с противоположной стороны смотрят на него, чтобы мы видели то, что нас ждет, потому что с обратной стороны к нам это постепенно, вращаясь, добежит, то, что с той стороны. То есть мы видим сейчас Солнце со всех сторон. Три спутника, это вот ближние. А если говорить про то, как мы исследуем уже не ближний космос, который вокруг Земли, а дальний, то, что называют космос, то у нас самая ближняя, ну, то есть ближайшие планеты, это на Марсе сейчас у нас, есть марсоход Кириоси, да, марсоход Кириоси, который на атомном, кстати говоря, у него атомная батарейка, поэтому он пережил, в отличие от Апатионити, бурю марсианскую, которая была летом, а вторая станция туда прилетела в ноябре, она сейчас, это первая попытка заглянуть внутрь Марса, потому что у нее 5-метровый бур, ну, то есть там же он несколько метров, он наше 5 метров должен вглубь Марса проделать дырку и заглянуть, что там внутри. Плюс у него есть сейсмодатчик, которым он исследует, вот что там, как на Марсе какие-то марсотрясения происходят. Это вот то, что про Марс, ну, вообще Марс мы лучше всего сейчас исследуем, потому что это самая ближняя планета, на которую легко добраться. У нас есть Венера, она ближе к нам располагается, но у нее на поверхности очень тяжелые условия, и туда с конца 70-х годов ничего не летает. Ну, то есть там вокруг нее летает, а на самой поверхности не садится. Самая дальняя миссия, которая у нас сейчас работает, это у нас улетают Вояджеры, они, с ними до сих пор есть связь, привет в одну сторону летит более 20 часов, то есть мы отправили ему радиосигнал, привет, он нам через столько, там больше, чем через 40 часов пришлет ответ. С ними некоторое время назад их чуть-чуть поворачивали, потому что антенна переставала попадать в землю, и мы перестали бы получать сигнал от Вояджеров. И оба были повернуты, они сейчас уже улетели очень далеко, они на границе Солнечной системы уже фактически вышли, но еще не улетели в, так скажем, межзвездное пространство, там есть некоторые сомнения, достигли они, прошли ли они буферную зону между Солнечной системой и межзвездным пространством. Но эта миссия, так скажем, практически неуправляемая, они летят уже, и единственное, что мы можем, это чуть-чуть их подворачивать. Самая дальняя управляемая миссия, это Новые Горизонты, и она улетела сейчас от Плутона, это миссия, которая прилетела к Плутону, и сейчас она улетела дальше, там пояс Койпера, астероидный пояс, исследовать объект, там цифренно-буквенное обозначение, я сейчас название просто боюсь не вспомню, не буду обманывать, с названием, и туда, у нас сейчас вот там управляемая, она ее, она там маневрировать будет вокруг этого астероида, мы будем его исследовать. Плюс у нас две миссии, сейчас щупают, скажем так, они должны коснуться поверхности, взять образцы и привести их на Землю, это миссия Доун, Церери, карликовой планете, в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, и миссия Японская Хаабуса, которая сейчас астероид Бену, не вспомню, она должна взять пробу с него, она туда высадила три таких астероида хода, которые маленькие посадочные модули, которые по этому астероиду перемещались прыжками, там очень интересный механизм будет, потому что они не ехали, а вот как лягушка перепрыгивали. Последняя миссия, которая у нас долетела, это лунная миссия, китайская лунная миссия, которая на обратную сторону Луны первая посадка была, у них там луноход, который ползает по обратной стороне Луны и исследует Луну вот с той стороны, чего не делали ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты Америки. Дмитрий, у нас совсем мало времени, осталось буквально полторы минутки, вот я хочу вас спросить, вы верите в внеземные цивилизации? Я вижу... Высший разум, например? Нет, вот, давайте так, высший разум и внеземные цивилизации, это две разные категории, с высшим разумом у меня там есть сомнения, а внеземные цивилизации наверняка есть, но штука в том, что информацию о них мы еще просто не знаем, потому что и они о нас не знают, потому что вот та сфера, в которой радиосигнал у нас идет, это всего 100 световых лет, вот она очень маленькая, это очень маленькое количество звезд, и даже если они есть где-то дальше, то они просто про нас не знают, это вот то время, когда у нас появилось радио, там чуть-чуть больше 100 лет, и вот это если взять Землю, то вот вокруг нее только на 100 лет про нас вообще могут узнать, и вот эти огромные космические расстояния, я боюсь, просто они являются непреодолимым препятствием, о том, чтобы информация о нас дошла до кого-то, и, соответственно, к нам чья-то информация, поэтому я сомневаюсь, что в ближайшее будущее мы как-то с этим что-то сможем и сделать. Спасибо вам большое за интересный разговор, за то, что пришли к нам сегодня в гости, за такое большое количество полезной информации, я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Эпштейн, кандидат физико-математических наук, преподаватель астрономии.